Всем привет, и с вами снова Джимми Лепс. Сегодня будет очень странное и необычное для меня видео. Это будет геймплей на комментарии, в котором я буду рассказывать о разведывательных вертолётах. Ну и, собственно, геймплей будет с картой Небаданские Равнины. И буду я летать на разведывательном вертолёте. Это захват флага, то есть Capture the Flag. Поэтому, да, там есть тоже некоторые особенности. В общем и целом, увидите. Для тех, кто не хочет слушать мои комментарии, а просто хочет посмотреть геймплей на этой карте, на разведывательном вертолёте и мои комментарии именно по поводу происходящего на экране, а не о разведывательных вертолётех в общем, ссылка будет внизу видео и в описании к видео. Вообще, в Battlefield 3 очень как-то странно позиционируются разведывательные вертолёты. С одной стороны, они не дэмэдж делируют, потому что у них далеко не самое сильное оружие. А с другой стороны, у них есть очень неслабые образцы вооружения, такие как ракета с лазерной наводкой. Дамаг у неё очень неслабый, и в то же время она наводится по лазеру, что тоже даёт пилоту относительную простоту в её использовании. Интересно, какую нишу определяет разведывательным вертолётом Battlefield 4, дадут ли им другие образцы вооружения, такие как рокет-поды, то есть дамфаер-ракеты без наведения. Уже известно, что полётная механика изменится, то есть как вертолёты будут управляться, они станут более послушными и в то же время чуть более сложными. Как я описал, это лавелкап, не зная, что он имел в виду, поживём, увидим. Пока ничего не известно, но я думаю, в ближайшее время уже будут какие-то подробности касательно вертолётов Battlefield 4. Что же касается разведывательного вертолёта в Battlefield 3, ну, парочку советов разве что могу дать, если вы ещё не умеете наокликтать. Если вы умеете, ничего нового я вам не расскажу. Во-первых, летайте или очень высоко, или очень низко. Совершенно разный геймплей, когда вы летаете очень высоко и очень низко, и различный набор перков, и различные враги, которыми вы можете предоставить, и различные цели, по которым вы можете работать. Я предпочитаю летать как можно ниже и работать по пехоте и технике. Если же вы предпочтёте летать высоко, в основном вы будете работать по самолётам, вертолётам вражеским, и выбор вашего оружия и перков будет отличаться от того, что я буду сейчас рассказывать. Во-первых, очень важно играть с другом. Если у вас нет друга, эффективность вертолёта очень сильно сокращается. Ну, и не обязательно ему быть другом, достаточно, чтобы это был хороший, грамотный игрок. Если такой игрок или друг есть, пусть берёт инженера с джавелином и горелкой. Ставьте себе управляемый лазером ракеты, пусть он сидит вторым пилотом, и с помощью клавиши 2 подсвечивает вам цели. Тогда, собственно, сможете спокойно летать и работать как по крупным целям, так и по пехоте, в случае чего он вас починит, или даже сможет пересесть за борт и выстрелить повторно, если танк выпустил дым. Если друга нет, всё равно управляемая ракета лучше, чем хитикеры, но всё-таки, если друга нет, в хитикерах есть хоть какой-то смысл. Вы сможете работать по воздуху и как-то себя более-менее уберечь от атак с воздуха, потому что для разведывательного вертолёта, потому что для разведывательного вертолёта, помимо данков с основным снарядом и его ганнерами, более страшного врага, чем воздушные цели, нет. По поводу контрмер, всё вполне однозначно. Если вы летаете высоко, тепловые ловушки вам в автоматы сброса и бок в помощь. Использование стандартное, слышите, что у вас летит ракета по адскому звуку пи-пи-пи-пи-пи, всё, отстреливайте ловушки и всё будет хорошо. Но ложные цепловые цели не защитят вас от наводки по лазеру, так что вы будете абсолютно беззащитными против вражеских вертолётов с управляемой ракетой, и дживилин, разумеется. Если услышите долгое наведение или, что ещё хуже, монотонный звуковой сигнал после долгого наведения, ну то есть вас уже захватили, как может быстрее нырять их к земле и ищите укрытие, возможно успеете. Если ракета уже вылетела, только крыша над головой вас спасёт от, собственно, неминуемой гибели. Генератор помех или 7-джаммер чуть более хитрый в использовании, но на самом деле более эффективен. Наиболее эффективен он против наводки, а не уже пущенных тепловых ракет. Будучи активированным, генератор помех сбивает наводку у всех врагов, убирает вас с радаров и окружает вас плотным облаком дыма. Так что не брезгуйте дымом, даже если вас просто выцеливает снайпер или пехота, через плотную-плотную завесу дыма вас будет сложно довольно-таки убить через кокпит. Если же вы проморгали момент, и ракета вас уже летит, снижаетесь или плотную приближаетесь к большому объекту, если вы не видите, откуда была у вас спущена ракета. Если видите, попытайтесь найти преграду между вами и летящей ракетой. Хитсикеры в течение 5 секунд будут кружить вокруг вас. Если вы у земли недалеко от препятствий, они врежутся в эту преграду, и всё будет хорошо. Если высоко в воздухе, то по истечении 5 секунд хитсикеры поразят цель, то есть вас. И если у вас выпустили более 2 хитсикеров, или вы уже были довольно-таки сильно повреждены, можете смело выпрыгивать. Если у вас летит ракета с лазерным наведением, то и 7 джеммер вас уже, собственно, не спасёт. Ищите укрытие или покидайте машину. Разумеется, если вы летаете довольно-таки близко к земле, вашими основными врагами станут как танки, так и пехота. И с РПГ, и с обычным стрелковым вооружением, потому что через кокпит вас можно спокойно убить. Внимательно смотрите на землю, чтобы никакие вражеские пехотинцы вас не выцеливали и не наводили уж тем более РПГ. Сейчас на видео я совершу одну из двух ошибок, допущенную в текущем матче. Я, собственно, полезу на танк. Когда вы видите танк, пытайтесь набрать высоту как можно быстрее, чтобы попасть в слепую зону как от основного его орудия, так и ганнера. Здесь я начал разворачиваться, надо было не разворачиваться, а наоборот лететь в сторону танка, чтобы как можно быстрее попасть в слепую зону для его ганнера. Что же касается использования разведывательных вертолетов на картах в режиме Capture the Flag, не стоит использовать их как транспорт для доставки пехоты к флагу. Лучше всего использовать вертолеты где-то посередине, чтобы отсекать попытки вражеских мотоциклистов или увезти ваш флаг с базы, или наоборот добраться до вашего флага. Это одно из лучших применений разведывательного вертолета на таких картах. Однако, если вы видите то, что у врагов пределы защиты, то есть только что сбили вражеский вертолет, или еще лучше, ваши тиммейты захватили вражеский вертолет, смело набираете полный вертолет пехотинцев и летите на вражескую базу, высаживаете их и прикрываете. Но не надо долго зависать над вражеской базой, потому что рано или поздно респаунивающиеся враги догадаются взять иглу или сингер, и вас очень быстро собьют. Что же касается боев против вражеских вертолетов разведывательных, тут все довольно-таки банально. Если у врага по красной точке вы можете определить лазерное наведение, тут главное как можно позже активировать свой дым, до того, как вылетела ракета вражеская, но после того, как он уже практически закончил цикл наведения. Потому что если вы опоздаете, вас собьет вражеская ракета с лазерным наведением, а если вы нажмете чуть-чуть пораньше, буквально за 2 секунды, то у вас будет некоторая фора в наведении в свою очередь. Если у врага хитсикеры, дожидайтесь опять же наводки на последнюю секунду и прижимайтесь к земле. Когда вы находитесь прямо над землей, у вас работает перк ниже радаров, который не позволяет на вас навестись с помощью хитсикеров. Ждите, пока у вас откатится дым, поднимайтесь и повторяйте процедуру наводки на врага. Если вражеская пехота задумала вас убить, не пытайтесь с ней играть в кошки-мышки, не пытайтесь перехитрить их. Хоть у вас и довольно-таки мощное орудие убийства в лице разведывательного вертолета, все-таки через кокпит убить вас проще простого. Поэтому лучше займите определенную дистанцию, отлетите подальше, предоставьте своим тиммейтам сделать за вас большую часть работы, не вступайте в бой с превосходящими силами противника, потому что вы рискуете просто подарить свой вертолет врагу. Пытайтесь не поворачиваться левым бортом к врагу, потому что вас будет очень легко убить, и вы будете практически в полный рост доступны для прострела. Чуть позже на видео вы увидите, как именно эта ошибка приведет к моей второй смерти. Если замечаете на крыше снайпера, что ж, попытайтесь его убить, но как можно быстрее лавируйте. Наклоняйтесь лево-вправо, это не сильно повлияет на вашу точность, но попасть в вас будет значительно сложнее. Если вы летаете с инженером, не сильно бойтесь получить ракету в борт, потому что и вас починят, и вы убьете врага. Если же вы отлетите подальше, он может занять намного лучшую позицию, и вы не сможете к нему подобраться в то время, как он вас будет убивать издали. Спасибо за внимание, с вами был Джимми Лэпс. Конец связи. Субтитры подогнал «Симон»!